МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Ковалев узнал. В интерьерах фотостудии достаточно артефактов, но некоторые заслуживают особого внимания. Например, этот объектив, сделанный почти 150 лет назад. Подобным фотографировали императорскую семью. А сегодня это ювелирный инструмент в руках профессионалов. Именно с этим фотоприцелом и с деревянной камерой три петербургских фотографа отправились в индонезийские джунгли. Героями снимков стали представители трех племен – Осматов, Дани и Ментоваев. Для них это дико. Приехали какие-то люди с какой-то штукой. Мы долго показываем, объясняем. Здесь же накрывается тряпка. Мы смотрим, мы ставим какого-то там младшего научного сотрудника. И вождя, например, просим заглянуть, посмотреть через камеру. Восторгов. После этого, когда восторг произошел, все племя сразу в очередь выстраивается. Все довольны. Все хотят сначала посмотреть сюда, на своего приятеля, через объектив. А потом сами с большим удовольствием встают перед камерой. Итог двухнедельной экспедиции – две сотни снимков. Но экспонатами выставки по образу и подобию стала лишь маленькая часть. Фотографы-экстремалы рассказывают, на подготовку уходит не меньше года. Нужно справиться с эмоциями после поездки. Ведь за 14 дней было несколько многочасовых перелетов. До деревень приходилось добираться на каноэ, ночью идти под тропическим ливнем через лес, спать в лачугах, защищаясь от укусов насекомых и постоянно быть в окружении потомков каннибалов. Не удивительно, что за все путешествие фотографы работали всего 4 дня. Поэтому взглянуть на исходный материал нужно спустя время и только потом приступать к проявке и печати. Для этого также используются только аналоговые технологии – увеличители, фотобумага, никаких принтеров и цифровой ретуши. Конечно, элемент обработки присутствует, но он имеет меньше возможностей, чем тот же фотошоп. Поэтому фотографировать надо непосредственно в кадр, чтобы не потерять какое-то качество. Но при печати мы небольшие участки можем каким-то образом обрабатывать специальными масочками, мы можем затемнить или наоборот осветлить что-то. Профессионалы отмечают, подчеркнуть различия между тремя племенами и самое главное – показать характер героев удалось именно благодаря старинному объективу, широкоформатной фотопленке, ручной работе. Такая техника делает снимки живыми. Если, конечно, повесить эту фотографию, напечатанную на цифре, на фотобумаге, это, конечно, небо и земля – это разные фотографии, это даже не обсуждается. Вся выставка – это черно-белые портреты папуасов, еще недавно съедавших своих поверженных врагов. Ходят легенды, что и авантюристов, зашедших слишком далеко в джунгли. Однако петербургские путешественники, показавшие фото-чудо, от таких приключений были застрахованы. Все нюансы экспедиции просчитывались за месяцы вперед, а на месте наладить отношения помогали три переводчика. Ведь у каждого племени свой язык и очень непростые взаимоотношения. Этот кадр уникален по-своему. На нем шесть вождей разных племен. Они разбросаны по всему острову, знают о существовании друг друга, но не пересекаются в жизни. Возможно, даже враждуют. И, вероятно, за десятки лет эти шесть мужчин впервые встретились вместе, чтобы сделать один снимок. Путешествие в Индонезию – это и работа, и новая страница в истории петербургской фотографии. С такой техникой на острова Сибирут и Новой Гвинеи еще никто не приезжал. Потом в процессе работы впечатления исключительно положительные, потому что люди абсолютно чистые, лишены каких-то свойственных нам пороков. Очень доброжелательные, очень веселые, общительные. Идут на любые наши просьбы. То есть работать с ними очень приятно. Особенно с людьми пожилого возраста и с детьми, как это ни странно. Мы гоняемся за интересными людьми, за интересными локациями, за интересными, в данном случае, племена. Их осталось, вот, все. Дальше их дети уже уезжают в города, они больше уже не будут. Это целая история, эпоха. Эти снимки и выставка – часть масштабного проекта фотохудожников. В их коллекции портреты вождей африканских племен и индийских кочевников, рабочих рисовых плантаций Китая и старейшин кишлаков Узбекистана. Но кроме негативов – сотни историй о полетах, встречах, съемках. Дмитрий Ковалев, Кирилл Максимов, Елена Волкова. Итоги недели телеканал Санкт-Петербург.